Анастасия Стройкина, Савин и Волк. Глава 5. 1 декабря. Великамин совсем замёс. Он был таким холодным, что даже за пять шагов от него пахло зимой. Я не первый раз видела Великамин в холодное время года, поэтому принесла ему из дома три шарфа. Почти все, какие были. Одного и даже двух ему бы не хватило. Шарфа я связала вместе и обернула вокруг его толстой шеи. Он хотя и камень, но тоже мерзнет. И я люблю его. Правда, немного побаиваюсь, потому что все знают, что на севере тролли могут превращаться в камне. И если бы вы увидели Великамин, вы бы сразу подумали, что это не просто камень, а настоящий тролль. И кто его знает? Может, он бродит по ночам и творит какое-нибудь колдовство? От холода невысокие березы как будто еще сильнее вжались в землю и подрагивали кривыми веточками. Облако опустилось, не верхушки сопок. Снег молчал и только иногда похрустывал под чьими-то лапами. Жизнь как будто замерла. Но движение продолжалось, незаметное, зимнее. Первый снег выпал еще в конце сентября, а в октябре уже лежал на земле. Как мех на белом медведе, плотный и густой. Беззвучно, будто он это не он, а его тень. К Великамню подошел совиный волк. Сегодня нужно быть особенно тихим, сказал он. Мы встречаем полярную ночь. Волк, Буба, как я рада видеть тебя, заголосила я. Но волк нахмурился, и перья в его ушах опустились. Я же сказал, тихим. Неужели ты совсем не поумнела за это время? Я грустила. Не знаю, но я о многом думала. Пойдем, сказал волк, и ткнул меня хвостом в спину. И здесь мы околеем. Я не спросила, куда мы идем, но мне стало немного страшно. Родители никогда не говорили мне, чтобы я не ходила с незнакомыми людьми, потому что там, где мы жили, незнакомых людей не было. Но как быть со знакомым волком, подумала я. Что-то подсказывало мне, что взрослым бы эта затея не понравилась. А ты слышал историю про красную шапочку? Шепотом поинтересовалась я. Да-да, он закивал головой. Это про то, как волк обхитрил маленькую девочку и съел ее? Ну, лучше бы ты прямо меня спросила. Волк, а куда мы идем? Может, ты задумал поужинать мной перед долгой полярной ночью? Я бы тебе ответил. Мы идем в подснежное убежище моего приятеля полярного лиса. Он построил себе этот дом на зиму, но ему пришлось уйти из-за того, что люди обнаружили его нору. Теперь он будет зимовать в другом месте. И теплый лисий угол опустел. Так что мы преспокойно посидим там, и ты расскажешь мне что-то. Я поделюсь тем, что знаю. Волк помолчал и добавил. А теперь вот я тебе так не скажу. Потому что твой вопрос похож на следы трусливых зайцев на снегу. Много-много их, зайчих отпечатков. И все они путанные, перепутанные. А мне нравится, чтобы вопрос был как волчий след. Прямой, без петелек и колечек. Мне стало стыдно за то, что я не решалась задать волку вопрос в лицо. Или в морду. Все-таки он не человек. Словом, в самые усы и черные глаза. Да, кстати, я бы тебя все равно не съел. Даже при большом желании, заявил Буба. Моя мышиная диета закончилась. Теперь началась лемминг-диета. Лемминги пожирнее мышек и повкуснее. Но все равно нельзя мне есть что-то по-настоящему сытное. Мой доктор строго-настрого запретил. У тебя есть доктор, удивилась я. А как же. Зимой я хожу к краснобровому тетереву. Он, честно сказать, немного глуповат. То на березе его высматриваешь, то в снег нырнешь, не отыщешь. Но других врачей зимой нет. Выбирать не приходится. А вот ближе к лету прилетает замечательный специалист, чайка-бургомистр. Правда, живет он далековато. Приходится к самому Баренцеву морю ходить. Ты так часто болеешь. Я даже начала переживать за волка. Зимний врач, летний врач. Не многовато ли? Все дело в животе, грустно проговорил Буба. Однажды я украл курицу одного лопаря. Он увидел, как я уношу его пестрое сокровище и закричал. Верни курицу, недоволк, у меня дети. Но я не подумала возвращать. Тогда он накатил меня проклятиями, как холодной водой. Чтобы всю жизнь у тебя живот болел. Вор злодейский. Я на его слова внимания не обратил. Съел чужую курицу. И все. С тех пор, как подменили все мои внутренности. Приходится есть только постных мышей. И вот иногда можно полакомиться леммингами. Вообще-то я сейчас открыл тебе большой секрет про себя. Будь любезна. Умей его хранить. Я кивнула. И действительно, до сих пор я никому не говорила, что совиный волк болеет животом. И про самого волка никто от меня не услышал ни слова. Сейчас уже можно рассказать. Уже прошло столько времени, что и мха не найти, по которому мы ходили. Что это за лемминги-то такие? Спросила я. Видела летом небольшие вытоптанные дорожки. Мох, ягель, трава и вдруг тропинка. Маленькая, но четкая. Так вот, это лемминги натоптали. Бегают в поисках еды. Снуют от норки к норке северные грузуны. Крысы, что ли? Нет. Скорее мыши. Чуть больше полевки. Яграс у них очень красивый, пестрый. Шерстинки оранжевые, желтые, коричневые, черные, белые. Я не очень люблю всех крысиных, поморщилась я. У них длинные неприятные хвосты. Тогда лемминг твой зверек, сказал волк. У него вообще нет хвоста. Почти нет. То есть он такой короткий, что его и не видно из-под цветного меха. Как же ты их ешь, если они такие красивые? Как? С удовольствием. И не только я. Половина обитателей тундры выживает зимой благодаря им. Буба клацнул зубами и причмокнул. Хорошо, что их так много, что всем хватает. И даже вечно голодной полярной сове. Вот на кого не напасешься, леммингов. Она их даже под снегом чувствует. А что, они прямо под снегом бродят? Зимой жизнь не заканчивается. Под снегом и землей что только не происходит. Греются большие, не очень птицы и звери, дремлют жабы, бегают грызуны. Волк осмотрелся, понюхал чьи-то следы. Лось, уверенно заявил он. А мы с тобой уже пришли к бывшему дому полярного лиса. Вход в лисий дом был между корней березы, скрытый от глаз, незаметный. Но вездесущие люди все равно его обнаружили. Я представила, как там спит песец, свернувшись калачиком, ткнув морду в хвост. Как же я туда попаду? Лись делала дом под лисий рост, а не человеческий, заволновалась я. Действительно, незадача, подтвердил волк. Он поскреб лапой свежий снег, заваливший вход в нору, внимательно осмотрел его и решил. Тогда построй свой собственный дом и спрячься в нем от холода. А я полезу в нору лиса. Будем переговариваться через снежные стены. Но я не умею рыть норой, чуть не заплакала я. Разве бы звери сделали хоть одно гнездо или нору, если бы стояли и размышляли, умеют они это делать или нет? Чем больше ты думаешь о том, чтобы построить дом, тем дальше ты от дома. И потом, я же не прошу тебя рыть нору. Я говорю о доме. Доме. Ведь ты человеческое животное. У вас свои жилища. Я подумала о своем сером доме, на четвертом этаже которого была наша квартира. Там все время шелестела жизнь. Приходили летчики, громко разговаривали, уходили, оставляя запах кожаных сапог. Суетилась бабушка, мама гремела посудой, папа устраивал кукольный театр из картона. Цветного у нас не было, поэтому в дело шел обычный от коробок. Мы его раскрашивали в разные цвета, рисовали на нем солнце и зверей, а потом папа вырезал будущего героя в спектакле. И это казалось настоящим праздником внутри невеселого дома из блоков. Если бы наша радость была водой, она бы вылилась из окон и поднялась до самого четвертого этажа. Не так уж это и важно, как выглядит твой дом снаружи. Бывает так, что дом красивый, а внутри бродит холодный ветер. Строить будем вот здесь, на сугробе. Деловито поставил волк. Место всегда нужно выбирать повыше. Буба почему-то знал, как соорудить человеческую хижину из снега. Несмотря на то, что к людям он не имел никакого отношения и даже, кажется, недолюбливал их. Он засеменил по сугробам, притаптывая снег. Я тоже забралась туда и принялась быстро-быстро ходить взад-вперед. Продолжаю утаптывать, а я поищу нужный материал для стен. Волк легко спрыгнул с сугроба и отправился к ближайшему снежному вороху. Он пощупал снег лапой, проткнул его, послушал, как он звучит. Довольно хмыкнул и распилил его когтями на кирпичи. Давай, спускайся и тащи к себе, пора строить. А сам продолжил выпиливать снежные камни. Я представил, что Тетерев задумался о том, как бы ему призимовать и не замерзнуть, ухмахнулся Буба. И что? И все. Не было бы больше тетеревов, потому что им точно нельзя задумываться. Они стихийные птицы, ныряют в снег, как в воду, прямо с ветки. Может быть, командир тоже стихийная птица, подумала я, тщательно утаптывая фундамент. Нужно непременно все рассказать Буба. Наверняка он не считает, что это плохо и неправильно, если человек вдруг пытается взлететь сам по себе, без самолета. Но волк был так увлечен строительством, что я решила подождать более подходящие минуты. Все же командир заслуживал долгого слова, а не быстрого пересказа. Кирпичи оказались нелегкими. Нужно было их затащить на площадку и разложить внутри предполагаемого дома. Когда же мы закончим, если мы еще только начали? Переживала я. Самый лучший снег для такого укрытия в молодых сугробах, объяснял волк. Подтаскивай строительный материал. Это несложно определить. В старых сугробах снег сероватый, а нам нужен чистый-чистый, белый-белый. Я выбрала белейший сугроб, подошла к нему и сгребла снега. Побольше. Очень хотелось поскорее закончить со строительством и, наконец, поговорить. Нет-нет, остановил меня волк. Это снег. Положи на место. Он недостаточно хрустит. Но зато он достаточно белый, возразила я. Это целая снегонаука, настаивал на своем Буба. Материал должен быть чистым, свежим, но еще и хрустящим. С особенным таким хрустом. Мое терпение подходило к концу. Я так долго ждала этой встречи, так хотела поделиться мыслями с Буба, а он затеял строить иглу. Я уложу кирпичи изнутри и потом вырежу тебе вход, продолжал волк. Хорошо, что я прихватил с собой коготь белого медведя, который мне подавил Папака. Целых 15 сантиметров. И острый, как тысяча ножей. Отлично подойдет для прорезания входа. А окна? Окна не нужны. Свет и так почти закончился. Зачем тебе окна? Вот именно, свет почти закончился. Но волк как будто даже не слышал меня, не замечал моих переживаний. Так, он ходил вокруг нашего круглого дома и что-то рассчитывал в волчьей голове. Так, 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 так. Вход нужно достроить отдельно. И так, чтобы он был ниже пола. Это для воздуха. Тебе ведь надо чем-то дышать? Мне кажется, мы слишком стараемся. Я ведь не собираюсь здесь жить. Мне вообще скоро домой. В настоящий дом. Я представила, что родители станут меня искать. И найдут в этой снежной хижине рядом с норой полярного леса, в которой сидит совинный волк Буба. Только не это. Мы с волком старательно выкладывали снежные кирпичи. Но внутри, я снаружи. Дом рос на глазах. Неправильно кладешь, учил Буба. Настовой. Самой плотной стороной. Ко мне. То есть внутрь дома. Вскоре я уже перестала переживать о времени. Мне даже понравилось осматривать кирпичи, выбирать самую твердую сторону, укладывать их так, чтобы между ними оставалось небольшое пространство. Это и в самом деле увлекательное и непростое занятие. Мимо нас прошел большой лось. Постоял, посмотрел удивленно. Я отправился дальше. Два тетерева с любопытством наблюдали за нами с тоненьких сключенных веток. И как только эти березовые веточки выдерживают таких толстых, неуклюжих птиц. Полярная сова ухнула рядом с нами, но не показалось. Не все достойны посмотреть на полярную сову. Наконец, все было готово. Варежки намокли и застыли. Нос заледенел. И, скорее всего, покраснел. Большие пальцы на ногах не шевелились. Снеговой дом стоял рядом с лисей норой. Высокий и очень даже красивый. Оставалось только сделать вход. Вернее, прорубить его изнутри. «Ток-ток-ток!» – прорубал Буба. Вход когтем белого медведя. «Отойди!» – крикнул он. И в следующее мгновение круглый кусок снеговой стены вывалился наружу, как будто дверь открылась. А посреди дома сидел довольный совиный волк. Перья в его ушах от радости раскачивались. Хвост елозил по полу. «Вправо! Влево!» «Вот тебе твой первый собственный дом. Он принадлежит тебе. А ты теперь принадлежишь ему». «Как это?» – не поверила я своим ушам. «Мой дом могут занять другие. Меня могут выгнуть отсюда. Как полярного лиса? За мной могут прийти родители. В конце концов, такой дом и сам долго не простоит. Ну, до марта точно стоять будет. Даже до апреля», – уверил меня волк. «Но потом-то он все равно разрушится». Я никак не могла понять, почему это мы с домом теперь принадлежим друг другу. Если кто-то, кто тебе дорог, вдруг навсегда уходит с земли, это не значит, что он перестает существовать для тебя. Например, как погибший экипаж командира. «А ты знаешь, что такое погиб?» «Я знаю это очень хорошо. Я сам много раз чуть не погиб от рук людей. От моих лап то и дело погибают мыши и лимминги. Даже иногда жабы. Ты сказал это так, как будто люди тоже мыши или лимминги, и кто-то на них охотится». «О, много кто», – вздохнул волк. Прежде всего, время. Оно – самый неутомимый охотник. А вообще все мы пришли сюда в гости. И в любой момент нас могут попросить уйти. Вежливо или не очень. Мне стало грустно. Как я могу быть гостем в собственном доме? Как дом может быть гостем во мне? И выходит, любой дом одинаково непрочен? И снега он или камня? Не нужно грустить. Волк почувствовал мое настроение. Память о доме, об этом снежном и о том настоящем, в котором живет твоя комната, будет с тобой всегда. И это сильнее всего, что может разрушить эти дома. Он сделал два круга внутри, а третьим остановился. Его как будто осенило. Я зря закрыл крышу. Сейчас вырежу в ней окошко, чтобы ты видела небо. Можешь взять меня на руки и поднести к потолку. Мой строительный стол из снега недостаточно высокий. И в полумраке я разглядела снежный стол, а на нем когуть белого медведя. Давай скорее. Я не такой уж тяжелый для себя. Вот это да. Я еще ни разу не держала на руках волка. Но он все же был необычным волком и весел, наверное, как сова. Хотя и сову я тоже ни разу не держала и не взвешивала. Но делать нечего. Я подошла к нему и взяла на руки. Только не урони, побеспокоился волк. И сначала поднеси меня к когтю, а потом к потолку. Он болтал лапами и хвостом. И даже казался немного беспомощным. А весел совиный волк совсем немного, как коробка, в которую положили пять или шесть плюшевых медведей. Шерсть его была жесткой, пахла животным. Сильный резкий запах волчатины. Под лапами у него было тепло, даже жарко. Я чувствовала, как быстро и громко бьется его волчье сердце. Сквозь кожу и шерсть прощупывались ребра. Я вспомнила про древнего человека Люси и снова ощутила роство. С каждым, у кого были, есть или еще только будут, кости. Буба вырезал в потолке круглое отверстие. Снежная глыба с глухим звуком упала на пол. В окне показалось небо. Несмотря на то, что проем был совсем небольшим, целый небосвод уместился в него со всеми созвездиями и самолетами. Ну, я пойду, прошептал волк. В нору полярного лиса. Зачем? Удивилась я. Тут столько места, что можно даже и самого лиса позвать сюда, и всю его семью. Мы никого звать не будем. Медленно, почти слогами произнес Буба. И ты сейчас останешься одна в своем доме, а я пойду в свой. Вернее, лисий. Но как мы будем с тобой разговаривать? Все, что нужно, ты услышишь. И не важно, что это будет за звук. Волк направился к выходу. Да, совсем забыл. Поздравляю с началом полярной ночи. А если захочешь увидеть меня еще раз, то я буду сидеть внутри перевернутой лодки в январе 15 числа, во время последнего затишья, или в 9 утра по человеческим часам. Поздравляю с началом полярной. Но не успела я договорить, как волк уже вышел. Я осталась одна посередине снежного дома с окном в потолке. Сейчас, сейчас он придет в свою нору, и мы, наконец, обо всем поговорим, думала я. Но прошла минута, за ней другая. И еще много минут прошло. Хорошо, что в доме было гораздо теплее, чем снаружи. Он, волк, не отвечал. Тогда я забралась на стол из снега и крикнула прямо в потолочное окно. «Волк! Ты чего молчишь?» «Тише, тише, 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 тише!» Раздалось эхо. Я решила подождать еще немного. И пока я ждала, мысли о разговоре с Бобой сменились другими. Я смотрела на небо в маленькое окно. Небо смотрело на меня, и мы оба молчали. Мне показалось, что в эту тишину и приходит полярная ночь. Люди и звери становятся медлительнее. Подснежные грызуны перестают суетиться. Птичьи крылья степеннее поднимаются и опускаются. Долго-долго летит по небу оброненное перо, прежде чем коснется земли. В окне наверху показалось северное сияние. Желто-синий-зеленый свет проник в мой домик и разукрасила его изнутри. Я снова подумала о командире. Только не о том, как его ведут. Так склонилась его голова, а босые ноги как будто не могут отыскать дорогу. Но о том, как он все-таки летит по северному сиянию. Как она обнимает его и уносит в красивые земли. Мне кажется, я могла бы жить в этом доме, если бы уже не жила в том, в своем, в сером. А что думала я, если бы у человека было несколько домов для разных случаев? Например, один дом для того, чтобы в нем играть, учиться, смотреть кино. Другой только для мечтаний. Приходишь в такой дом, садишься на диван и давай весь день мечтать. Третий дом для гостей. Четвертый для сна. Ничего больше там нельзя делать, только спать. Еще отдельный дом, куда человек уходил бы умирать. Ведь даже коты уходят, наверное, из-за того, что стесняются. Это дело очень личное и одинокое. Я решила, что мой снежный дом замечательно подойдет для размышлений. И что я буду приходить в него, даже если он растает, и на его месте забарахтится мох. В моих мыслях я всегда смогу приходить в него. Я еще раз встала на стол и уже набрала воздуха, чтобы громко на всю опушку позвать волка. Но передумала. Если бы он хотел мне что-то сказать, он бы это сделал. Может быть, именно это он и сделал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok